Анвар Гетманцев живет в этом доме больше 30 лет и все это время, по его словам, случаются какие-то аварии. То трубы прорвет, то канализация протечет, то окна разобьют. Но управляющим компаниям, а их сменилось несколько, все равно. Только сделали один раз ремонт в подъезде и то, сколько лет назад это было, уже и не вспомнить. Но все это мелочи по сравнению с тем, что происходит в подвале. Я хочу попросить администрацию, очень хочу попросить администрацию области, города, навести порядок у нас в подвале. И чтобы в подвале сделать двери и нормально закрывались все двери. Никто ничего не делает. И никому мы не нужны. Я на севере 50 лет. И за этих 50 лет, вот здесь я 30 лет живу. И мне… Как дальше жить? Иногда он окно открываешь, задыхаюсь. Анвар рассказывает, даже сантехники и электрики зачастую отказываются что-то здесь чинить. И это неудивительно. Зайти в помещение просто страшно. Мало того, что стоит невыносимая вонь, так еще и пола нет. Только трубы и прогнивший деревянный настил. А еще ржавые стояки, из которых хлещут канализационные стоки, затапливая помещение. Тут же высоковольтные провода. И в один прекрасный день точно произойдет замыкание. С соседом согласен и Виталий Щиклин. Он переехал сюда 4 года назад. Говорит, был бы выбор, ни за что бы не заселился. Но его не было. Теперь, когда пенсионеру 84 года, менять место жительства гораздо сложнее. Поэтому он надеется, что контролирующие органы услышат крик о помощи и смогут повлиять на ситуацию. И у нас с 2019 года канализация с тыльной стороны дома дренирует, растекается по дороге. Запах ночью, когда ветра нет, форточку невозможно открыть. Запах лезет в комнату, просыпается в запахе мочи. Поэтому вызывали с 24 мая и обслуживающую компанию, и водоканал. И никто ничего не хочет делать. Мы уже дважды звонили по прямой линии в мэрию. 214 номер моего обращения первый. Повтор я сделал неделю тому назад. Никто не приехал, не позвонил, даже не спросил, в чем причина, в чем нужна. Я думаю, что такого отношения мэрии к содержанию жилья сдавать в найм, Сталина на них нет. Помимо проблем в подвале, есть и другие. Например, подъезды, которые в ужасном состоянии уже долгие годы. Конечно, соседи звонили с просьбой сделать ремонт в управляющую компанию. Но там сказали, что денег нет и когда появятся, неизвестно. Поэтому и пришли на телевидение с расчетом на то, что хотя бы так получится обратить внимание властей на накопившиеся вопросы.